дорогие друзья всем привет вы на канале smart from china и с вами я александр и сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на производительность в играх смартфона oneplus 5т постоянные зрители знают что я не очень часто делаю гейм тесты но сами понимаете обойти вниманием топовый процессор топовый графический ускоритель который установлен в этом смартфоне я просто не мог и по большому счету ясно что игры на этом железе будут идти отлично но сегодня мы ставим немножко другую задачу мы будем выяснять насколько в каждой из игр загружен либо центральный процессор либо графический и для начала давайте быстро глянем характеристики железа которые установлены в этом аппарате чипсет у нас qualcomm snapdragon 835 8 ядер в двух кластерах 4 ядра крио 280 до 1900 мегагерц это у нас экономичный кластер и кластер производительный это 4 ядра крио 280 hp до 2457 мегагерц техпроцесс у нас 10 нанометров обратите внимание откуда начинаются частоты от 500 начинается значит кластер медленный и от 800 начинается кластер более производительный графический процессор у нас установлен здесь adreno 540 на сегодняшний топовый графический ускоритель он имеет 4 ядра оперативной памяти установлена 6 гигабайт lp ddr 4x и постоянные 64 гигабайта стандарта юфс 2.1 двухканальная нашел я друзья вот такую интересную очень программу которая нам мониторит процессор графический и центральный сейчас я вам немножечко расскажу что тут собственно показывается вот мы можете видеть частоты это кластер значит малый кластер производительный дальше идет температура центрального процессора гпу это частота гпу загрузка гпу и температура графики вот мы и будем смотреть что у нас собственно загружено и для начала конечно же запускаем танки вот таким вот образом располагаем и будем следить мониторить так сказать загрузку нашего чипсета обратите внимание настройки все выставлены максимальные максимальные настройки все абсолютно на максимуме 16 анизотропная фильтрация включены тени все включено короче мы танки на максималках и загружаемся память в этом аппарате установлена очень быстро и загружается уровень мгновенно видите сейчас мы будем ждать пока все остальные игроки появятся чуть-чуть потише сделаем и обратите внимание гп у нас уже 515 частоту выставил максимально 700 с чем-то частота гп у нас минимальная 200 с копейками давайте смотреть это конечно первый уровень но тем не менее нагрузка на гп у сразу идет 70 80 процентов раз говорю я не ставлю задачи не ставлю задачи выиграть пусть наоборот меня быстрее завалит и я в общем-то мы с вами будем мониторить как идет загрузка и работа заколбасили давайте понаблюдаем другими игроками так работает у нас в основном центральном процессоре малый кластер видите да большой если подключается тони на максимальных частотах гп у примерно 500 мегагиас держит 84 процента вижу пока максимальную загружку температура графики 48 температура центрального 41 честно говоря это вообще ничего ну и самый главный параметр да видите 60 fps всегда на максималках не меняется ничего совершенно никаких просадок нету потому что даже на 100 процентов гп у не загружается 59 вот это самый минимум что здесь можно увидеть 59 по моему меньше я не видел сколько не тестировал причем при этом если анизотопную фильтрацию от немножечко отключить то есть поставить 4 собственно разница и большой в картинке не будет резко падает нагрузка и гп вообще практически не выходит из пониженных частот сейчас вот видите выходит да в общем все просто отлично в танках на самых максимальных настройках температура обратите внимание 50 графика 42 этому чипсету все все по плечу нагружено никакого нету момент переключения только легкие подергивания смотрите какая плавность картинки благо камера у меня тоже 60 fps передает в общем то ничего вот изменяется температура 50 центрального 43 процесса центральный не выходит на максимальные частоты максимум полторы тысячи мощные ядра работают ночью достаточно с этой игрой все красиво хорошо не буду я там дарировать и следующая игра у нас это будет mortal kombat на удивление игра очень сильно грузит тоже графический процессор чуть-чуть тепленький стал аппарат даже в меню уже графика загружена серьезно видно это ну смотрите толстый кластер даже здесь уже выходит на максимальные значения 2 300 2 400 и давайте посмотрим как все это будет непосредственно в битве не важно нам все это нам главное посмотреть я сразу скажу я не фанат этого всего дела но чуть-чуть так для вас все-таки поиграю потому что нужно показать да обратите внимание гпу опять у нас 80 75 в общем приличная загрузка частот правда при этом гпу не поднимаются то есть нет никакой необходимости гпу лот 70 63 здесь тоже центральный не особо то нагрузка на графический дает на графон дает нагрузку это игра также все у пароля ну сами видите как идет игра игра просто летает несмотря на то что 75 70 80 процентов загрузка графического температуры совершенно не поднимаются 45 и 41 для такого мощного процессора ну знаете тут это честно смешно и следующий у нас будет асфальт экстрим максимальные настройки сразу смотрите как грузится игра память просто зверски быстро так настройки у нас вот такие вот это максимально по моему качество какой только может быть улучшено качество стоит давайте все равно что что нибудь проедем моментально грузится уровень зверски быстро внутренней памяти и смотрим что у нас здесь такая картина здесь графический загружен поменьше да нет играть тоже 65 70 на максимальное значение самое приятное что у этого чипа практически нет никакого тропинга да не практически а нету по крайней мере я его не наблюдал нигде падение производительности в танках я играл по 40 минут увлеченно и все абсолютно находится на том же уровне что и в начале игры то есть никакого снижения производительности не ощущаются наблюдайте за график мне все-таки нужно ехать если у нас происходит ничего не происходит графический 257 это минимальная его частота загружена 62 но частоты практически не прибавляет здесь все-таки у нас график это игра менее требовательно центральный работают все 8 ядер оба кластера периодически включает старший на максимальное значение что-то тоже не выходит я смотрю в общем все все отлично и здесь тоже научим как-то так друзья и последняя игра это как я выяснил популярный среди геймеров мобильных я понял это мобильная версия пуг как он там называется онлайн шутер до новый rules of survival я правда совершенно в это играть не умею просьба вообще меня за это не пинать но показать надо потому что мне тут для меня дошли слухи что он популярен максимальное значение на счет настроек ультра графика высокий fps включен и старт игра онлайн но тоже заметьте как все быстро до обратите сразу внимание до толстый классируется вышел на максимальное значение вот здесь игрушечка проц грузи центральный капитально кто-то нашел оружие где-то нас сейчас все равно будут сбрасывать с вертолета самолета там а вот здесь центральный процессор загруженная обратите внимание мы четыре игры поиграли ты нормально все равно по температуре то есть как только нагрузочка чуть-чуть пропадает температура сразу идет низ как-то пропадает нагрузка да смотрите центральный выходит на максимальное значение толстый классер начинает молотить на максимуме на самом деле на самом деле вот тут надо сторонки чтоб нас не сразу грохнули ну хотя в общем то уже понятно что игра тоже достаточно тяжелая тоже идет у нас очень неплохо ну а топовый графический ускоритель что что-то возьмешь температура 46 по центральному и 57 вот по графику немножко разогрелась до 60 ну это нормально совершенно совершенно нормально вот тут пошли переговоры игроков все вот я приплыл короче с меня тут будут убивать будем навалять какой там вялый в общем идет неплохо игра естественно вот что-то нам дали это разочек давай пальну угон неужели а кого-то убил максимальные до частоты на центральном процессоре обратите внимание все укокошили кого-то так надо мундирование поднять быстренько все захавали и поехали в общем да здесь обратите внимание 60 центральный градусов вернее графический градусов и по центральному из полтиннику не выходит очень грамотно реализована система охлаждения данного аппарата где там был еще перец какой-то видел я понятно друзья в общем как идет игра сейчас что-то увлекся короче говоря ясно все все красиво все прекрасно все хорошо самое главное мы выяснили что данный процессор невозможно в принципе загрузить современными играми на сто процентов на сто процентов грузит только бенчмарк сейчас я вам включу напоследок вы увидите что вот здесь да здесь сто процентов когда тестируется графика у нас краса есть вот gpu лоуд сто процентов пошел ни одна игра и загрузить его не смогла этот графический процессор да и центральный тоже центральный здесь вообще отдыхает здесь тестируется графика и она на сто процентов и практически максимальной частоты 600 мега герц с чем-то максимально ну в общем друзья вот как то так этого достаточно для того чтобы понять как идут игры на этом аппарате идут игры на этом аппарате просто великолепно и вопросов никаких не вызывает вот 43 44 видите сразу начинает моментально остывать как только закрываются приложения тяжелые даже в силиконовом бампере все в общем-то с теплоотводом у этого аппарата просто великолепно на этом все друзья всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал на группу вконтакте до новых встреч пока